Заработай голду для World of Tanks, выполняя несложные задания на своем мобильном устройстве, а также не забудь ввести специальный промокод. Вся информация в описании. Всем привет, ребята, на связи GrimOptimist. Начиная с 5 ноября по 12 в премиум магазине World of Tanks стартовала так называемая Американская неделя. Соответственно, в связи с этим ВГ выкатили в продажу некие спецпредложения с американскими, как понятно, премиум танками. У ряда игроков уже возникли вопросы, а есть ли смысл что-то из этого брать. В личку уже человек, наверное, 8 мне написали, ну и я решил, что, наверное, стоит снять отдельный ролик, рассказать вкратце о каждой из этих машин, ну и небольшой вердикт такой вынести, есть смысл брать или все-таки лучше деньги приберечь. Вариант с тем, что вообще в эту игру не стоит ни копейки, донатить мы сегодня с вами не будем рассматривать, это и так всем понятно. Начнем мы с Sherman Fury. Машина появилась в игре давно, одновременно с выходом одноименного фильма. Я на этом танке накатал немало за все время, действительно у меня достаточно большой опыт и могу вам сказать, что сейчас в нынешних реалиях рандома эта машина не годится практически ни на что. То есть он и раньше не блистал, а уж сейчас, ну кроме как довольно неплохой внешний вид, плюсов у него особо нету. Это машина, которая абсолютно не фармит, во-первых, потому что это, ну, шестой уровень, они в принципе не особо хорошо зарабатывают кредиты, а также вся проблема в том, что пробития базовым снарядом просто не кокущее, что до премьерного танка, ну, мягко говоря, не айс. Естественно, вам придется заряжать голду и весь ваш фарм пойдет по одному месту. Единственное, наверное, что позволит вам хоть что-то привозить, это ваш обзор, который позволит вам что-то там высвечивать, но опять-таки, друзья, сейчас с нынешним балансировщиком вы постоянно будете воевать в конце списка. То есть в топе вы практически не будете появляться и, соответственно, ваш обзор там уже на восьмом уровне никого особо не удивит. Да и с пробитием будут даже голдой большие проблемы. Это, я думаю, вряд ли кому-то хочется ощутить на себе, поэтому я не советую покупать этот танк вообще ни при каких обстоятельствах абсолютно никому. Ну, разве что коллекционерам, может быть, хотя у них, наверное, уже давно есть. Тем более, цена как бы почти в 900 рублей, она как бы намекает, что, наверное, это не самое удачное предложение в вашей жизни. Ведь в составе пакета еще идет, естественно, ребята, две недели премиум аккаунта, задачи на Х5 опыта, 100% экипаж. Я удивлен, что еще не добавили кучу какого-нибудь говна второго уровня или еще какой-нибудь трэш. Короче, предложение никакое, смысла покупать нету, проходим мимо. Следующий вариант это Т26Е5. У меня также этот танк есть, я на нем играл. И могу вам сказать, что за те деньги, которые просят по этой машине, я бы не советовал его, опять-таки, покупать. Потому что 2200 рублей. В составе у нас, опять-таки, замечательнейший пакет с 7 днями премиум аккаунта, 15 задач на Х5 опыта и 100% экипаж. Цена просто, ну, очень-очень высокая. И могу вам сказать, что на этом танке, ну, играть довольно непросто. Из-за того, что у него слабенькая альфа, как для тяжелого танка 8 уровня. А мы знаем, что альфа играет большую роль. Чем она выше, тем играть проще. Да, у танка есть плюсы. Хорошее пробитие, в принципе, неплохие УВН. Ну, динамика так, ничего, да, бывает и похуже. Но, все-таки, за такие бабки я не вижу в этом особого смысла. Именно с точки зрения заработка кредитов, он проигрывает, например, тому же Льву. Да, ну, я, понятно, не сравниваю там с прем ПТ, который сейчас вообще вне конкуренции. Но, в любом случае, это плохая идея тратить 2 косаря с лишним на Т26Е5. Я думаю, что он вас не особо порадует. Ну, разве что вам вот прям позарез нужен именно американский тяж, там, для каких-то целей. Там, Е5, например, вы качаете. Тогда, может быть, стоит как-то еще так вот посмотреть. Но я бы все-таки, наверное, не стал этого делать. Итог, проходим мимо. Мимо. Дальше у нас Гусь многострадальный. Да, сейчас он, наверное, не худший льготный прем. Но я бы все-таки, опять-таки, не советовал его покупать. Потому что цена в 2265 рублей за пакет. А в составе у нас, как вы думаете, что идет? Правильно. 2 недели премиум аккаунта, 15 задач и 100% экипаж. Как по мне, однозначно, этих бабок он не стоит. И, ну, фармит он, как бы, не так хорошо, как хотелось бы. Он не очень сильно любит, например, артиллерию. Да, он не очень любит открытые карты. И, ну, да, в определенных условиях, там, на городских картах он может, там, что-то в топе показать. Но вы же понимаете, что вы будете постоянно воевать против девяток, там, ну, и так далее. За такие бабки абсолютно бессмысленная покупка, которая подойдет, опять-таки, ну, разве что коллекционерам, может быть. Да, забыл сказать, кстати, в составе еще этого пакета у нас 2500 золота. Вот. Ну, я и говорю, вот все, что можно засунуть сюда. Вот давайте, ребят, в следующий раз еще всуньте все подарочные премы сюда. Говорю, еще какую-нибудь хрень, которая никому не нужна. В общем, еще раз говорю, за такие деньги, естественно, брать смысла нет. Ну, и последний танк, который хоть какой-то смысл имеет в приобретении, это М56 Скорпион. Он есть у нас в клиенте, игры продается. И там цена, ну, скажем так, примерно такая же, как и здесь. Только тут в подарок еще идет 7 дней премиума. Ну, как в подарок, типа, в довесок, да. Опять-таки, задачи и 100% экипаж. В принципе, я могу сказать, что этот танк за свои бабки, он нормальный. То есть, это седьмой уровень, но он фармит неплохо. У танка хорошее пробитие, нормальная маскировка. И именно как ПТ, то есть, именно для настрела машина подходит более чем неплохо. Она позволяет вполне стабильно фармить. То есть, естественно, эти цифры не будут совпадать с цифрами, там, фарма СТРВ какой-нибудь или ВАЗика. Но тут и цена все-таки 1200 рублей, да. И, наверное, кому-то это может подойти, если нет денег на восьмой уровень, да, или не хочется просто тратить. Наверное, из семерок это лучший вариант вообще из всех. Чтобы именно зарабатывать кредиты. Даже не фан какой-то, не прокачка экипажа, а именно заработок кредитов. Это то, что, ну, более-менее на этом танке возможно. И это, ну, еще раз говорю, такой неплохой вариант, если вы вот мечтаете о таком геймплее, и у вас ограниченный бюджет. То есть, итого мы имеем из четырех вариантов предложенных. Лишь один достоин внимания, какого-никакого. Все остальное просто мусор, банально. Вот, я удивлен, как сюда еще не включили какой-нибудь суперпершинг, например, да. Он бы здесь вполне органично смотрелся, но в ВГ почему-то вот делать этого не стали. А суперпершинг это, кстати, лучший льгот, по моему мнению. И вот, наверное, если бы была неплохая цена, и в подарок еще был бы там прем, наверное, смысл брать какой-то был бы. В общем, не знаю, что еще добавить. Я свое мнение сказал. Это всего лишь, ребята, еще раз говорю, мое мнение. Оно может не совпадать с вашим. Я делюсь своим опытом с подписчиками. Спасибо за внимание. Всем до скорого. И всем пока.